Приветствую вас! Ну, конечно, то, что вы описываете, говоря о взвивчивости мыслей, да, тем более так коротко, то, что вы описываете, конечно, надо бы обязательно разобрать более подробно, да. Вот, потому что это всё-таки важная составляющая того, что вы описываете. Вот, это важный момент, и взвивчивость мыслей может быть связана как и с когнитивным аспектом, то есть с фильтром восприятия окружающей реальности. Так это может быть связано и с более глубинным аспектом, то есть с аспектом, например, внутренних процессов, подсознательных процессов, вот, какой именно процесс ваш, да, какой именно ваш процесс, ну, нужно разбираться. Соответственно, ну, вот, потому что, я надеюсь, понятно, что так нельзя ничего сказать, вот, на скидку, да, сейчас там ещё раз повторяю, причин может быть много, да, то есть отсутствие у вас чёткой системы ценностей, вот, ну, своей системы ценностей, которая вот была бы прям только ваша, да. Вот, отсутствие фильтров, то есть, то есть, ну, что значит фильтр, да, что такое фильтр? Это некий такой, некое преломляющее стекло, вот, через которое вы пропускаете поступающую информацию, вот. Как правило, роль этого фильтра играют ценности, правила, человеческие правила, принципы, какие-то основополагающие, вот. Соответственно, если у вас ничего этого нет, то, вот, налицо, факт на факт, ну, наличие проблем, да. Ну, а может быть это связано и с другим, с тем, что вы себя подавляете, вот. Например, просто подавляете себя, свои чувства, настолько вы привыкли не доверять себе самому, да, вот, что постоянно твои же мысли сбивают, вот. Существует еще, так называемый, жизненный сценарий без ума, вот. Мне кажется, это отчасти про вас история, ну, потому что вы, по сути, не позволяете работать своему компьютеру, своему мозгу, вот. А напряжение, это, по факту, ваше желание, получается. Напряжение, это вот, то, что вы себя подавляете, да, вот это вот напряжение. Ну, и не сложно догадаться, что здесь нужно понять, в первую очередь, ага, с чего же вы хотите, вот, что же вам нужно, все-таки. Вот, это вот, то, что касается непосредственно сбивших и сбившихся мыслей. Вот, про сценарий без разума можете почитать, без ума можете почитать. В интернете это есть, вот, ну, а в основном, точнее, дальше, в остальном, не в основном, а в остальном, в остальном нужно будет работать с вами более, так сказать, подробно и примитивно, вот. Что касается ваших вопросов, да, других, то, понимая, других, их много, я полагаю, что тут вот как раз и есть проявление, вот, отсутствия своей системы цены. Фильтра, как раз, о котором я говорил, ну, там еще, ну, много вопросов, ребенок, он обычно вопросы задает, вот, вы, соответственно, были, возможно, лечены, возможно, по возможности задавать вопросы, отсюда неуверенность. Вот, я называю это, ну, знаете, чем-то вроде, знаете, чем-то, чем-то вроде, естественной неуверенностью. Вот, естественная, естественная она, потому что, грубо говоря, родители ваши были заняты, вот, у них не было времени просто, да, то есть, ну, не потому что они, вот, там, плохие, не хотели что-то делать, да, там, для вас, например. А, ну, просто, вот, просто не было у них времени, вот, такое, в принципе, и бывает. Вот, в итоге вы, там, были пытались, поставили самому себе, вот, и не удовлетворили свои потребности, вот, в том, в том, чтобы взаимодействовать с кем-то, да, на кого бы, на кого бы вы могли, там, отреться, допустим, вот, на кого бы вы могли положиться, допустим, и так далее. Вот, это вот всё, примерно такая может быть история. Вот, хотя, 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 всё может быть и, в общем, не так. То есть, ситуация может быть и другой. совсем, вот. А, ситуация может быть иной, когда, когда, действительно, могут быть проблемы, вот. И, в этом случае, конечно, уже эти проблемы, в первую очередь, нужно разбирать. Вот. Надеюсь, что вы это понимаете, ну, отдаёте себе в этом отсчет. А, что касается других вопросов, которые у вас есть, то выбирайте себе психолога, выбирайте себе эксперта, и начинаете работать. То есть, вы можете собрать все свои вопросы и задать их нам. Я не думаю, что хорошая идея, хорошей идеей будет, например, задавать много таких вот вопросов, да, отдельно, отдельно. Потому что ответов, ответов, ответов будет много, и они будут противоречиться, вот, друг другу, вновь. Поэтому, именно, вот, по такому пути идти я вам не рекомендую, вот, а выбрать своего психолога. И работать с ним, это, я думаю, более чем возможно. Вот. Главное, опять же, что у вас было желание, чтобы вы хотели, чтобы вы, ну, чтобы вы были заинтересованы в этом. Вот. Вот. И все, все. Понимаете? А, также, я рекомендую обратиться к урачу, потому что в высшем смысле может быть, может быть связано с физиологией. Вот. С этой точки зрения я не рекомендовал бы вам спешить именно к психологу, да, то есть тут можно ограничиться походом к врачу. Вот. 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 Если, соответственно, проблемы есть, то их нужно будет подкорректировать. их можно будет как-то решить. Вот. Это вот то, что, я думаю, можно вам ответить. Я надеюсь, вы понимаете, что с учетом того, что информации вы предоставили очень мало, ответ на ваш вопрос также достаточно короткий. Короткий. Вот. Ну, общий. Вот. Самый что. Ситуации у вас могут быть разными. У вас ситуации могут быть свои. Вот. И нужно разбираться именно с вами, а не гадать. Если, конечно, вы заинтересованы именно в качественной психотерапии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.